Новые подробности развода Билла Гейтса. Женой американские СМИ рассказали о связи миллиардера с подчиненной, о том, что он приглашал и других сотрудниц на ужин, как это отразится на бракоразводном процессе и, как скажется, на бизнесе Гейтса. Ждет для основателя Microsoft GatesGate. Зарубежные СМИ продолжают обсуждать новые подробности развода Билла Гейтса с женой. Накануне Wall Street Journal рассказала о связи миллиардера с подчиненной в нулевых, а два года назад Microsoft начал на этот счет проверку. Расследование якобы стало причиной того, что Гейтс в прошлом году покинул руководство. Представители миллиардера это опровергают. Роман произошел 20 лет назад и закончился полюбовно. Накануне также New York Times рассказала о том, что Гейтс неоднократно проявлял знаки внимания сотрудницам и звал их на ужин. А New York Post и вовсе вспомнила о биографии Гейтса, написанной в 97-м, где миллиардера описывают как бабника. В 80-х, 90-х он часто посещал стрип-клубы и устраивал развратные вечеринки. Все эти факты журналисты называют возможными причинами развода бизнесмена с женой. Но CNN, NBC и другие каналы напоминают, что такие заявления могут сказаться и на бизнесе Гейтса, комментирует управляющий директор агентства коммуникатора, преподаватель Высшая Ася Леватная. С одной стороны, все, я надеюсь, понимают о вкладе Билла Гейтса в целом в развитие технологической и с точки зрения фонда, по-моему, который крупнейший в мире. А с другой стороны, сейчас так называемая новая этика влечет за собой постоянные отсылки к романам «20 лет назад». То есть это некий пересмотр норм, которые, очевидно, 20 лет назад были несколько иные. Здесь нет черного и белого. Но информационное поле и пиар-среда в этом смысле для него устроены таким образом, что людям нужно все разделять на хорошее и плохое. И, безусловно, сейчас для его репутации это очень серьезные удары. Как показывают все предыдущие подобные истории, они как-то всплывают все одновременно. На мой взгляд, это такой хвост, который виляет собакой. С одной стороны, появились публикации, и они вывели повестку, а дальше нужно эту повестку поддерживать, новые подробности. Какое отношение общества к этому? Даже на примере того же Вайнштейна, Спейси, это теперь уже не отмыться? Как бы дальше не выходили его пиарщики из ситуации? Поскольку это некий тренд и новая этика, это новая реальность, с которой сталкивается большая часть знаменитостей, мы постепенно выработаем некий механизм все-таки реабилитации, репутацию после подобных скандалов. Сейчас это, безусловно, трудно. Я надеюсь, что у них получится, но никаких гарантий этому, конечно, нет. Селивадная, выше Читаги Цеф объявила о разводе в начале мая. Супруги прожили вместе 27 лет. На первые дни в интернете шутили, что это связано с попыткой разделить бизнес и экономить на налогах. Но это обвинение для Microsoft было куда лучше, чем разговор о Харресменте, говорит директор по анализу финансовых рынков и микроэкономики К.Восточные ворота Александр Тимофеев. Первоначально история выглядела как история про то, что Билл Гейтс и его супруги всего лишь хотят оптимизировать налоги, потому что после развода и раздела далее они будут платить примерно в полтора раза меньше налогов, чем они бы платили как семейная пара. Понятное дело, что в Штатах подобное обвинение звучит, возможно, даже более жестко, чем обвинение в Харресменте. И поэтому, когда подобные ноты начали звучать, в том числе в инвестиционном сообществе, понятно, что на фоне этого Биллу Гейтсу выгоднее стало ввести скандал в какую-то несколько другую сферу. Другой вопрос, что, безусловно, сейчас эта ситуация развивается таким образом, что кажется, что для Билла Гейтса, может быть, стоило бы и помолчать, и, может быть, лучше остаться под обвинениями, связанными с преступлениями налогового характера. Здесь разница вот в чем. Что уход от налогов – это дальше соглашение с налоговой, это, да, потеря каких-то денег, но это не критично. Обвинение в Харресменте – это значит, что Билл Гейтс будет вынужден фактически продавать свой портфель, потому что это обвинения, после которых и не менее влиятельным людям, чем он, просто не разрешали остаться в индустрии. Билл Гейтс сейчас владеет большей частью Майкрософта. И представьте, насколько рухнут котировки, если он будет вынужден это продавать. Потому что понятно, что смена такого большого пакета, смена главного акционера и смена всего направления компании не пройдет бесследно. Я думаю, что небольшое падение, которое мы видели на днях, это может быть предвестником очень серьезного падения, которое может вполне исчисляться и 10%. Александр Тимофеев, ФК «Восточные ворота». Куда более серьезными проблемами Гейтс также может грозить близкое знакомство с финансистом Джефф Рейпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними, напоминает Wall Street Journal. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова